Привет, интернет! Давно не виделись. Сегодня мы побываем в одном из красивейших мест Владимирской области, которое вы наверняка видели на фотографиях или открытках. Русские монастыри во все времена были образцом духовной жизни. 24 апреля, в праздник Светлой Пасхи, мне удалось побывать в одном из самых живописных монастырей Владимирской области, Свято-Веденском монастыре, расположенном на лесном озерном острове в Петушинском районе. Важно знать, что на территории монастыря следует не забывать о том, что мы находимся в гостях и здесь есть свой особый уклад и образ жизни. Братья просят не распивать спиртные напитки, не курить, соблюдать чистоту, громко не разговаривать, не смеяться бесчинно, а также не посещать монастырь в неподобающей одежде. Не допускаются свадебные церемонии, ловля рыбы с моста, вход с собаками. В Свято-Никольском храме совершаются богослужения, поэтому фото и видеосъемка там строго запрещена. Разумеется, я не стал нарушать этого устава. Недаром говорят, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. По преданию, островной монастырь на Вятском озере в начале 18 века основали монахи Сергий и Тимофей. Поселившись на острове, иноки прежде всего искали уединения и большого строительства не затевали, поставив себе лишь небольшую деревянную часовню и келью. Но вскоре о монахах пошел слух, и другие люди стали приходить на берег озера и просить принять их в число насельников. Сергий и Тимофей не отвергали паломников, братья стало расти. Тогда и решили просить благословения на возведение на острове небольшого храма. В декабре 1708 года была получена грамота от места блюстителя патриаршего престола митрополита Рязанского и Муромского, преосвященнейшего Стефана Еворского, в которой благословлялась монахам на Вятском озере, на острову, на угодном церковному строению мести, построить церковь во имя введения Пресвятой Богородицы. Хорошо всем известные птицы. Чайки уже прилетели и чувствуют себя как дома. Охотно позируют и кричат. Здесь на озере их великое множество. Думаю, можно было бы отдельный материал даже про них собрать. Так их много. Продолжение следует... Кважата Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok При игумене строителя Лаврентии у монастыря появились богатые инвесторы На месте прежней деревянной церкви возвели каменный пятиглавый храм с главным престолом в честь введения во храм Пресвятой Богородицы Рядом построили каменную шатровую колокольню с большим колоколом, весящим 30 пудов, это около 500 килограмм, и часами с боем В тихие дни колокольный звон отражался от водной глади озера, от этого он становился особенно благозвучен и был слышен даже в отдаленных от монастыря деревнях Во второй половине 18 века, благодаря стараниям Лаврентия, Веденская пустынь превратилась из заброшенного бедного монастыря в благоустроенную обитель После Лаврентия настоятелем Святой Веденской пустыни стал иеромонах Клеопа Основу монашеского воспитания он получил в Заграфском монастыре Афонской горы В пустыне старец установил общежитийный устав Афонской горы, который требовал от братьев усиленного молитвенного подвига Настоятельство старца Клеопы продолжалось 18 лет, а в 1778 году он был погребен у южной стороны алтаря Веденского храма А с 1891 по 1894 года возвели из красного кирпича величественный пятиглавый двухэтажный Веденский собор При храме возвели колокольню На острове появились кирпичные здания келий и настоятельного корпуса Кирпичная ограда, а рядом с островом на берегу два странно приимных дома для паломников Со времени Клеопы всякий человек, пришедший в монастырь для богомолья, мог остановиться в одном из домов гостиниц И жить трое суток на монашеском довольствии без всякой платы В 1918 году Веденский монастырь разделил участь сотен закрытых храмов и православных обителей Святыни монастыря были разграблены, а на острове, сменяя друг друга, размещались дом для престарелых и инвалидов Детский дом и даже трудовая воспитательная колония В 1940 году вся монастырская собственность была увезена в соседний город Покров И началась перестройка зданий В 1993 году благословением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II И указом Высокопреосвященнейшего Евлогия епископа Владимирского и Суздальского Бывшая мужская Веденская пустынь стала женской В июне 1995 года по постановлению Священного Синода обители был присвоен статус женского монастыря В 2009 году на берегу озера, где были размещены дома-гостиницы для паломников, построено двухэтажное здание для проживания и обучения 50 детей В здании размещены классные комнаты, библиотека, спортивный зал, столовая, благоустроенные спальни Силами Свято-Веденской обители в этом здании открылся православный пансионат Ковчег Для оставшихся без попечения несовершеннолетних 1 сентября 2009 года в этом здании начался первый учебный год для 12 девочек А сейчас в его стенах получают образование уже более 40 воспитанниц В основе обучения государственная программа общеобразовательной школы Однако попечители, учителя и воспитатели пансионата стремятся к большему Дать девочкам дополнительные разносторонние знания и хорошее воспитание Сестры монастыря обучают воспитанниц вышивки, ремеслу которым славится обитель с первых дней основания В Ковчег приходят все новые и новые нуждающиеся Вот такое, очень живописное и очень духовное место Далеке от городской суеты Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok